Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду я сегодня, Александр Гурарье. В Израиле очередной виток борьбы с отказничеством и, соответственно, попытки принять закон об освобождении от воинской службы ультрарелигиозного населения. Этот законопроект подают сейчас религиозные партии, как воспримет его коалиция и к чему это может привести, а главное, почему ультра-ортодоксы не хотят служить в армии. А разобраться нам в этом поможет наш коллега-журналист в новости недели Петр Люкемсон. Петр, добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Ну, давайте сначала про закон. То есть вот закон об освобождении от воинской службы ультра-ортодоксов, он фигурирует в истории достаточно давно. Его так называли «Закон Таля», который там была, комиссия Таля, которая проводила исследование, которая внесла свои, так сказать, рекомендации. Этот закон продлевался каждые несколько лет. И вот то, что известно, вот то, что называется на иврите «нахон ля-ахшав», то есть по состоянию на сейчас, нет никакого закона, который освобождал бы религиозных от службы в армии. Но, тем не менее, в армию их не призывают. Я все правильно изложил? Ну, не совсем, на самом деле. На самом деле, закон Таля действительно был отменен, но он как бы действует. И поэтому, речь о том, что их совсем не призывают в армию, это неправда. У нас, как видимо, пять тысяч ортодоксов служат в армии. Все служат в самых боевых частях. Есть батареон «Нецер Геруда», который очень хорошо следует рекомендуем в боевых операциях. Есть ультернаторсальная рота в составе бригады «Кфир». Есть, по-моему, несколько десятков техников на аэродромах военных. Есть еще несколько десятков разведки. То есть, что там стало знаменитого подразделения 8200 мультигин. Это люди... Мы намотаем, да. Ну, скажем так, они прошли несколько десятков, которые прошли очень суровый отбор. Там, чтобы попасть туда, и долгое обучение. То есть, это отдельная история. То есть, сказать, что они совсем не служат в армии, это не совсем правда. Вот. Сказать, что... Ну, так как у нас, в общем-то, кредитно, на себе рассчитывают 480 тысяч, человек, ну, не надо забывать, что из них, скажем так, оставляем массу, это дети непризывного возраста. Более половины. У них очень много детей, и больше половины детских людей непризывного возраста. Дети имеют тенденцию подрастать. Да, дети имеют тенденцию подрастать, но это самое... Ну, в принципе, мы говорим, что мы сказали, на хронный район. То есть, на сейчас, на самом деле, взрослым игреем от 120 примерно тысячи взрослых мужчин призывного возраста. Это максимальная цифра. Все остальные либо до призывного, либо уже после, так сказать, либо давно из него вышли. Вот. И из них, как я уже сказал, на порядке 6-7 тысяч точно служат разных частях. Есть еще очень небольшая группа харидин, которые идут на так называемую альтернативную службу. Их самые альтернативные... К этому сложно относиться тоже в харидинной среде, но есть. Такие тоже есть. То есть, на всяком случае, из этих 120 тысяч, порядка 10 тысяч точно наберется. Вот. В итоге. С учетом всех этих памятников. Вот. И поэтому, говорите, а то их будут брать, естественно, это будет... Но. После закона Талия... Закон Талия, кстати, дал очень резкий прилив вот этому призыву. Вот. И почему от него отказались? Потому что сказали, что нет, нет. Мы не хотим, чтобы вот часть, несколько тысяч каждый год, и они увеличились на тысячу, на полторы. Это очень мало. Вот. Мы хотим сразу и сейчас. Вот противники закона Талия... Я напомню, кстати, был одним из противников этого закона, был лидер партии Ешатит, нынешний лидер оппозиции Еглопит. Он тогда был в оппозиции, и он был противником этого закона. Они выступили очень резко, организовали кампанию, подали богатство, которые сказали, что закон нарушает принцип правительства между этими самыми гражданами. Принцип правительства между гражданами. В результате этот закон полетел. И стало только хуже. То есть на следующий год уже было призвано несколько меньше, чем предыдущий. То есть вместо ожидаемого роста появился спад. И если честно, этот спад продолжается до сих пор, безусловно. Поэтому, так сказать... Бетон, так а почему? Давайте попробуем разобраться. То есть, ты только что сам говорил, что часть Харидим служит, они идут служить в разведку, они идут служить в боевые части. Почему не хотят служить остальные? Не хотят сами призывники или не хотят их, как бы это помягче выразиться, духовные лидеры, духовные отцы? Ну почему помягче? Потому что можно это и сам. Духовные лидеры это вполне нормальное выражение. Я скажу следующее. Это просто на самом деле не так просто, как кажется. Сейчас мы в Израиле, в Израиле, становимся свидетелями массовых демонстраций, протестов против разумной судебной реформы. Причем, ну, значительная часть демонстрантов, если вы их спросите, ну, многие из них вообще не знают, о чем идет речь, почему они демонстрировали, но вам демонстрировали. Но есть часть демонстрантов, которые говорят, что никто не говорит, что реформа не нужна. Реформа, безусловно, нужна, но не такая, как сейчас предлагают. И она должна быть согласована, достигнута путевого консенсуса, диалога и так далее. Вот так вот, Хавиддин, который играет огромную роль в государстве Израиля, огромную роль, и многие даже не понимают, насколько огромную, они тоже говорят, что мы не хотим, чтобы нас выкручивали руки. У нас есть высшая ценность для любого религиозного еврея это изучение Торы, и как бы поэтому Ешивы должны продолжать существовать. Мы хотим, чтобы это дело было согласовано. Тем самым диалогом между... Петро, но ведь я прошу прощения, но ведь с ними пытаются согласовывать это на протяжении десятков лет. Давайте вернемся к твоему любимому статус-кво. Давай озвучим цифру ешиботников, которая была в основе соглашения между отцами-основателями государства, между Давидом Бен-Гурионом и, значит, тогдашний Харидивный общий. Тогда было заключено такое соглашение джентльменское, согласно которому будет определенное количество вот этих самых ешиботников. Если я не ошибаюсь, ты меня поправишь, их было не то 200, не то 260. Это миф. А? Это миф. Это миф, который усиленно ходит почему-то в линистерских кругах. Было соглашение о том, что ешиботники не будут учиться в армии, потому что Бен-Гуриону... Артолий Александрович тогда очень сильно сомневался в еврейском характере государства Израиля, если честно, по-моему, справедливо. И правильно сомневались, да. Да, абсолютно. Бен-Гурион тогда понимал, что, во-первых, если не будет признания со стороны ортодокса в государстве Израиля, если не появлящих ли Израиль, то шансы на то, что государство Израиля получит полную легитимацию, очень шансы. Поэтому ему было очень важно, чтобы приехал как можно больше ультра среди Израиля. Но он на этих условиях. В этой ситуации он сказал, что он готов на то, чтобы создать им все условия для изучения Торы. Хотите Ешима, пожалуйста. Не хотите служить, хотите там все время учиться, пожалуйста. То есть не было оговорено какое-то число. Но ни в коем случае. Было обещание создать условия для тех, которых нет. То, что у светских... Я понимаю, на чем усилие основан этот миф. Они говорят, что вот тогда всех учащихся Ешимов было где-то пару тысяч. А вот сейчас же это вот, как я узнал, сейчас это же сотни тысяч, это же совсем другое, говорит. Ну да. Их же надо кормить, извините за такое. О! Теперь давайте перейдем. Насчет закона о призыве Ешимовке Ковальне. Был момент, когда можно было принять такой закон на самых оптимальных для светского населения условиях. Тогда ортодоксы были готовы согнуться. Я вам напомню, когда это было. Это было ровно пять лет назад, после выборов в 2018 год. Тогда Либерман, лидер партии, граждан из Израиля, лидер Либерман сказал, что нет, я не вхожу в коалицию. И тем самым, в общем-то, разрушил правую коалицию, пока ортодоксы не станут призываться в армию. Помните? Да. Однозначно. Вот. И на этом условии он отказался выходить в коалицию и повел, в общем-то, страну к новому выбору. В какой-то момент Нитанияго вышел на переговоры с ортодоксальными партиями. Это тоже многие помнят. А может, кто-то забыл. И они сказали, хорошо, мы готовы на компромисс. Ради того, чтобы не идти на новые выборы. Мы готовы на компромисс и на очень широкий компромисс. В принципе, почти все требования, на 90% требований того же Либермана, который, кстати, это самое, они были приняты. Но тут Либерман сказал, я вам напомню, что слишком поздно. Нет. Я уже принял решение. Мы не будем участвовать в составе этой коалиции. Он пошел на принцип и создавал вот эту возможность достижения консенсуса, самого удобного, приемлемого варианта для светского населения. Дакода о службе в армии Харидин, она была усердна. Петр, хорошо, давай все-таки к истокам вернемся. Почему часть религиозного населения, к которому, кстати, относишься и ты, ты человек религиозный, соблюдающий, твои дети тоже, но твои дети все служили в армии. Почему многие десятки тысяч религиозных людей, в основном вязаная экипа и не только, служат в армии, служат в боевых частях, после этого идут учиться в университет и после этого идут работать и платить налоги? Почему Харидин не могут из своего, так сказать, серьезного, так сказать, плана учебного выделить два года на то, чтобы послужить в армии? А потом, пожалуйста, изучайте Тору снова. Университет можно задвинуть на время армии, а потом, значит, начать учиться? Почему нельзя Ишиву задвинуть на два года, а потом снова вернуться учиться? Снова речь идет о том, что, во-первых, у Харидин есть по этому поводу большие разногладия. Но все стороны, которые участвуют в этих дискуссиях, они говорят, что мы не родим себе выкрутить руки. Мы хотим, чтобы был принят закон, так сказать, путем концерта, путем договоренности с нами. Тот вариант закона, который будет согласован с нами. Почему они хотят учиться, почему они... Теперь, что говорят противники того, чтобы вообще не служить? Они говорят, что вообще священная обязанность евреев, это так записано в Торе. Вот. Это изучать Тору. Изучать Тору, и чем, так сказать, евреи, которые могут посвящать Торе все свое время, это оптимально. Если ему, так сказать, он работать, он должен именно только трудно для того, чтобы доставлять самые необходимые своей семье. И если женщина может работать в семье, она работает, и 95% женщин, ну, не 95%, на самом деле, 83% политики, ахранительные женщины работают в причем самых разных сферах. Вот. И... Теперь, это первая точка зрения. Вторая точка зрения говорит о том, что мы пойдем служить в армии, ну, во-первых, под согласие, на определенный условия. Вот. И сейчас, кстати, пытаются создать эти условия. Один из двух законов. Законные и торговариваются. Пытаются создать условия, на которых они добровольно пойдут в армию. Вот. Это один из важнейших пунктов этого закона. И, кстати, один из важнейших пунктов того мирного соглашения, которое предлагает оппозиция. Вот. Вы готовы... Но это должно быть еврейская камера. То есть нам должны там быть в обеспеченном условии, чтобы, а, во-первых, чтобы мы продолжали вести тот образ жизни, к которому мы привыкли, чтобы никто к нам не выкручивал руки и не пытался изменить. А израильцяне очень консервировали, что мартаноксы стали жить так, как все. То есть ели бы, как все, жили бы, как все. То есть стали... Я прошу прощения. Молодые люди, которые идут служить в армию из светских семей, вот я смотрю по своим детям, им пришлось очень сильно изменить привычный образ жизни. Но они его изменили. В армии не были созданы условия, к которым они привыкли дома. Им пришлось очень сильно измениться. Я смотрю это на своих дочерей, на своего сына, которые служили в армии. Они изменились. И ничего. Почему нужно создавать льготные какие-то совершенно исключительные условия для этой категории населения? Где равенство? Где равноправие? Где равное, так сказать, несение обязанностей? Испокон веков евреи исследовали принципу, который записан по луде. Дина де Малкута Дина. Что это значит? Закон государства закон. То есть где бы они ни жили, мы соблюдаем закон того государства, в котором мы жили. до того момента, когда это государство требует от нас нарушить заповеди Торы. Например, если евреи предлагают, государство предлагает кошерную и некошерную еду, он должен отказаться. Если в силу... Извини, твои дети, которые служили в армии, они нарушили заповеди Торы, они отступники? Нет, они не кое-что сидят. Твой сын в боевых частях, он в танковых, по-моему, служил. Да? То есть они что, отступники? Они нарушили заветы Торы? Почему ты пошел на то, чтобы отдать дьяволу своих детей? Я... Минутку. Никто не говорит о дьяволе вообще. А дьяволе, слово дьявол произнесли вы, если в ваших глазах исхаживает, Саша, дьявол, это ваш личный... Армия? Ну, я утрирую, конечно, но хорошо. Ну, что они отдают? Окей. Во-первых, моим детям... Во-первых, у меня младший сын совершенно светский. Это он стал светским, он, в общем-то, был религиоз. Хорошо, старшие дети. Старшие дети служили у тебя. Он антиклирикал, старшие дети служили. Вот. Он антиклирикал, но он мне говорил, что... Он очень много работал на кухне, его часто, так сказать, доказывали. Вот. И он говорил, что на самом деле, будучи антиклирикалом, но так получилось, что учился в религиозной школе до 10-го класса, то он хорошо знает все эти законы и так далее. Он говорит, что соблюдать нормальный кавшил в армии практически невозможно. То есть, говорит, если еще кто-то что-то идет на какие-то уступки, там заношет, закрывает глаза, он еще может что-то есть. Харидин, говорит, не смогли есть ничего. Просто ничего на этой кухне. Он просто идил, как соблюдать кашут на кухне. Он должен был признаться, что он-то ест все. Он, я говорю, сейчас абсолютно свет, антиклирикал. Хорошо, старшие твои дети ели все? Нет. Им приходилось на что-то, так сказать, чем-то поступаться. Я вам скажу больше это самое. У меня есть классический пример этого у нас. Все это вспоминают. Один раз сын приехал в субботу, старший, из армии, и сказал, он сказал, что а где хумус? Я сказал, Антон, ты начал есть хумус? С голодухи, с голодухи. Когда нечего есть, ешь, а потом по неволе привыкаешь. Петр, прошу прощения, моя старшая дочь служила в армии, она не религиозный человек, но она тогда была, не ела мясо. И она мучилась, то есть да, ей приходилось там есть хумус, есть молочные продукты, вот, тем не менее. Вы понимаете, это то, что говорят трактодоксы. Вы хотите взять нас в армию, возьмите, допустим. Вы хотите, чтобы мы там голодали, чтобы солдаты ничего не ели, кому нужны солдаты, которые качаются от голода. Еще раз, это ультра-религиозные, значит, определенных течений, они считают, что солдаты будут качаться от голода. Значит, другие религиозные евреи, та же самая вязаная экипа, спокойно идут, спокойно едят, и от голода не качаются, и служат в боевых частях. Очень неспокойно едят, были бунты, просто об этом не пишут. Были целые бунты из-за нарушения Кашилта, среди рязаных Кипр, были случаи, когда они объявляли голодовку, это просто не афишируется, что Кашилт в Армии не соблюдается как следует, Кашилт там точно есть не мог. Я не говорю уже о последних случаях, когда тут заваливали Песах, религиозного человека, например, нельзя находиться в помещении, где есть квасной, хамец. Мы знаем, что происходило на этот Песах в больницах, и там просто не могли доходить. Причем тут больницы? Я говорю о больницах, это поведение, это уважение к каким-то религиозным, к нашим религиозным традициям. Было поведено, израильское общество демонстрирует постоянно пренебрежение к еврейским традициям, оно постоянно наступает, так сказать, иногда намеренно, так сказать, зная, что нельзя, оно делает это намеренно, как это было с хамецом Песов, и поэтому, так сказать, и в армии это происходит постоянно. Например, когда религиозных солдат заставляли слушать женское пение, они не могут слушать девушке, им просто действительно это запрещено. Они не могут слушать женское пение, когда их к этому заставляли, и когда они во время мероприятия просто хотели выйти на время, на время, пока девушка поет, а потом вернутся в зал, им это запрещали. Я вам скажу больше, вот сейчас, я приведу пример запрет еще одного запрещения. Сейчас у нас идет счет по Амеруту. Это долго объяснять человеку далекого от иудаизма, что это такое, это очень важно. Вот. И в период счета по Амеру, это дни от первого дня Песока до Шивот, до 49 дней до праздника Шивот, нам запрещено бриться истечество. Есть там один день лак-балмы, когда это разрешено, посредине, и все. И когда солдат принуждает бриться, извини, извини, пожалуйста, извини, вот это вот сказки про то, что солдат принуждают бриться, я позволю себе возразить. Значит, солдаты, религиозные солдаты получают разрешение не бриться, они ходят бородатые, они ходят лохматые, никто их ничему не заставляет, я это видел. Согласен, реально, большинстве частей, согласен, большинстве частей. Есть специальное, есть специальное распоряжение начальника генштаба, вот тут я позволю себе возразить, не правда это. То есть они не бреются, они ходят бородатые, и все. Но мы опять ушли в частности, Петь, давай вернемся, давай вернемся, давай вернемся к общему. В частности, сейчас мы будем перечислять, кому там побрили бороду, кому не побрили бороду. Разговор не об этом, разговор о том, что люди, хорошо, есть ли какая-то часть, вот супер религиозных, которые действительно не могут там находиться в помещении сгоями, там еще не дай бог с кем, почему они не пойдут на альтернативную службу, то есть на нормальную альтернативную службу, есть огромный дефицит рабочей силы в домах престарелых, ну, есть очень много областей, где необходимы руки, где необходимы руки здоровых, тем более мужчин, почему они не идут на это, им там тоже заставляют слушать женское пение? Нет, нет, безусловно, это по соглашению, но я хочу сказать следующее, когда я сказал, что Поредим играет огромную роль в государстве Израиля, это значит, что они несут они делают для государства очень много, в том числе и в тех областях, которые обычно считаются альтернативной службой, которые не очень залазят, например, если они откажутся прерывать завтра все отношения с государством Израиля, государство Израиля остановится, я вам скажу в нескольких местах, например, не будет обществу Харей Сара, которое бесплатно выдает это Сара, остановится скорая помощь, потому что значительная часть добровольцев на скорой помощи это Харей Дим. Если будет, не дай бог, теракт, некому он будет убирать трупы, потому что организация ЗАКа прекратит свою работу. Я знаю, это все понятно, но мы говорим сейчас не об этом, мы говорим про альтернативную службу, поездку. В многих областях это произойдет во многих областях государства Израиля просто остановится, если они скажут, я вам перейду конкретный пример из сегодняшнего дня. У нас сейчас в Израиле дефицит донорской крови, знаете почему? Почему? Ответ обыкновенный, потому что 98% доноров, которые приходили на донорский пункт, это были в Харидин. 98%? Откуда эта цифра? Это большая цифра. 98%? Никогда не слышал такой цифр. Которые приходили не на те пункты, которые стоят на улице, а которые специально приходили, собрали автобус и приезжали на банк крови сдавать кровь. Ну как может быть 98% если, например, все солдаты сдают? Причем сдают они регулярно. Откуда 98%? Вы меня не послушайте. У нас в Израиле дефицит донорской крови после того, как в анкетах ввели место пункта отца и мать, пункт родителей 1, пункт родителей 2, они сказали, мы не сдаем. Посмотрите, какой был сейчас призыв на банк крови, выводят машину на улицу и призывают из рейтсан сдавать кровь. А был очень большой дефицит пока. Они, кстати, пошли на попятную, по-моему, я не знаю. Все же это изменили пункт. И больше того, в банках машинах донорской крови сейчас созданы раздельные отделы для мужчин и для женщин. То есть считывая, что религиозные придут, они уже перестраховываются, на мой взгляд, это совершенно не будет. Поэтому я говорю, если коридин несут свою лепту в этот государство, они вкладывают. А вот пройдут они на альтернативную службу, вы знаете, это вопрос опять-таки соглашения. Я хочу обратить внимание, что то, что предлагает сейчас оппозиция, договор на 10 лет, он поддерживает идею о том, что они не должны служить в большей степени, чем этот закон, который продвигается сейчас. Меня вот это пугает. Меня пугает то, что президент... А тебя не пугает, что было предложено одним из представителей Горидимной партии, было предложено признать выпускников Ешиф, приравнять их к демобилизованным солдатам? Тебя это не пугает? То есть это уже было вообще зашквар? Ну, я этого не знаю. Я это и... Вот законопроект, который потом убрали, там уже взорвались даже ликудники, сказали, ну, вы уж совсем обалдели как-то. Я не могу поэтому ничего сказать, потому что у меня нет этой информации. Так вот, во многом, во многом, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходило в ПЭСах в больницах, когда директора больниц категорически отказывались проверять на входе и не вносить классное, это была реакция вот на то выкручивание рук со стороны религиозных партий, которые мы наблюдаем последние несколько месяцев. То есть это откровенное выкручивание рук и откровенное распил бюджета. То есть это уже ни о каком, так сказать, равномерном распределении обязанностей никто не говорит. Надо поскорее урвать то, что есть. Я вам напомню, давайте тогда вернемся на год назад. До этого, правильно, до этого было совершенно нормальное, так сказать, положение, при котором все знали, что ПЭСах в больницу простой не проносят и надо оставлять на входе. Это было как бы это самое. Год назад министр здравоохранения Цангоровец, лидер нашей ЛГБТ-общины, хороший человек, в хорошем смысле слова, он сказал, что нет, мы разрешаем проноску вас снова в больницу. Это вызвало шок в халлидинном мире. Давайте об этом не забывать. Поэтому в этом году, когда, больше того, пошли в богатство, естественно, богатство сказало, да, министр здравоохранения в своем праве, это правильно, почему должны кого-то ущемлять, так сказать, в течение недели не разрешать им проносить булочки и не все, что он любит. Это была ответная реакция, вы понимаете ли? Слово реакция, это вообще всегда ответ. Это, говорит, вот реакционный он. Что значит реакционный? Реакция, это ответ на что-то. Это было, и сейчас, когда халлидин пришли, я согласен с вами, что они перегибают палку. Но когда они после полутора лет унижений, постоянной дискриминации, попытки загнать их под шконку, что называется, они наконец пришли в правительство, они естественно перегибают палку, они хотят дать симметричный ответ. И это глупо, это нехорошо, потому что нельзя уподобляться своим противникам в этом смысле. Но они уподобляются, и мне этот метод тоже не нравится, я вообще это скажу. Я далеко не совсем согласен с тем, что делают коллективные политики, но надо помнить, всегда надо помнить предыстории, с чего это началось. Это очень важно. Спасибо. Спасибо, Петр Ликимсон, журналист, новости, концерн новости. Я не думаю, что наша цель нашего, нашей сегодняшней беседы была кого-то в чем-то переубедить. Наша цель была поднять проблему, обсудить ее. Я думаю, что наши зрители, может быть, кому это интересно, напишут что-то в комментариях, а мы эти комментарии внимательно прочтем, и, возможно, вернемся к этой теме через недельку-другую, если ты... Я вам скажу, наша цель была еще показать, что проблема не так проста, как она некоторым... Нет, то, что она не проста, я абсолютно с тобой согласен. Вот в этом мы достигли консенсуса. Ничего не бывает простого. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...